Приди, Иисус, Вифанию, Иди, жи, Бе, Лазарев, Миры, И Гожи, воскреси от мертвых, Сотворише же ему вечер эту, И Марфа служаше, Лазарь же един бед возлежащих с ним, Мария же приимше литру мира, Нарда пестяки многоценны, Помаза нозе Иисусе, И отревласы главы Своими нозе Его, Храме на же исполнися От вани масти благовонныя, Глаголы же единот ученик Его, Иуда, Симонов, Искариотский, И же хотяши Его предати, Чесо ради мира сие, Не продано бысть на трех стих пенись, И дано нищим. Сие же рече, Не яко нищих печашеся, Но яко татьбе, И ковчежицы имееши, И вметаемые на шаше. Рече же Иисус, Не дети и я, Да в день погребенья Моего соблюдет е, Нищего всегда имати с собою, Менеже не всегда имати, Разумеже народ много тыудей, Якоту есть, И придуша, Не Иисуса ради токма, Но да и Лазаря видят, Его же воскресят мертвых, Совеща же архиереи, И да и Лазаря убьют, Яко мнозе городе и дяху тыудей, И вироху в Иисуса, Воутри же день народ мног, Пришеды в праздник, Слышавши як Иисус грядет в Иерусалим, Прияша вай от финик, И изыдошах в сретене ему, Изваху глаголюще, Асанна, Благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев. А бред же Иисус осля, В седи на не, Яко же исписана, Не бойся чеси оня, Се царь твю грядет, Сидя на жребяти осли, Си же не разумеш учениц его прежде, Но яко прослависи Иисус тогда поминуша, Яко сия быши о нем писана, И сия сотвориши ему. Свидетельства же народ, И жебе прежде с ним, Игда лазарь возгласи от гроба, И воскреси год мертвых, Сигурадий срестигу народ, Яко слыша на его, Сие сотворша знамениев. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня 17 апреля, воскресенье. Мы с вами читаем 12 главу Евангелия от Иоанна с 1 по 18 стих. Сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать этот мир за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Осанна, благословен грядущего имя Господне, царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся чересионого, сед царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Вот такой Евангелие сегодняшний день Святая Церковь нам предлагает. Сегодня Святая Церковь празднует вход Господень в Иерусалим. Вот как тогда оставалось шесть дней до Пасхи, так у нас сейчас с вами остается шесть дней до Светлого Христового Воскресения. Но перед этим всем нам нужно с вами будет пережить страшные и жуткие дни Страстной Седмицы. Эти последние дни земной жизни Спасителя нашего. Дни, в которой человечество показало свое, так скажем в кавычках, истинное лицо. Лицо погибающего существа, даже просто погибающего, погибнущего. Ну, об этом мы с вами будем читать в следующие дни. Сегодня мы видим, Господь приходит в Вифанию, в дом Марфы, Марии и Лазарь вместе с ними, брат их. Лазарь, который он воскресил из мертвых, сомненно, встречает там Господа как самого дорогого гостя, самого желанного, самого ценного. С трепетом, со страхом, с любовью, с благоговением встречает его. Что Марфа и Мария понимали, кто к ним пришел, кто он есть. И, сомненно, Лазарь, испытав смерть, бывав, что называется, по ту сторону жизни и смерти, и, зная, кому он обязан своими продолжающимися днями жизни земной, сомненно, его особое отношение ко Христу. Видимо, приготовили им с апостолом ужин вечерю. Марфа служила, служила сама, будучи хозяйкой, прислуживает за столом, как одна из рабынь, показывая тем самым свое почтение ко Христу. Лазарь был одним из лежавших с ним. А Мария же в своей кроткой любви, желании хоть как-то Господу послужить, взяв фунт драгоценного мира, умазывает ноги Господа нашего, когда он возлежит за вечер, а в этот момент она помазывает ноги его и оттирает волосами своими ноги его. Это вот знак даже не просто почтения, вот какого-то вот чрезвычайного почтения. Помазывает ноги драгоценным миром, волосами головы своей оттирать их. Это любовь, кротость, смирение перед Христом. Это вот что здесь переполняет сердце Марии. И дом наполнен соблагуханием от мира. А что ученики? Ученики все это видели. Каждый воспринял это, возможно, по-своему. Вот один из них высказался. Иуда Симонов Искариот, о котором пост Лаан уточняет, который хотел предать его. Все больше и больше Иуда Искариотский недоволен тем, что происходит. Как-то все никак не наступает. Это земное, это царство Мессии. А где же выгода? Где же это вот богатство-то земли, которые должны потом ведь по приказу Мессии отдаться людям? Нет такого. И вот начинает роптать, видя тут вот это. Говорит, что как так? Для чего мира так тратить? А ноги его поливать зачем? Зачем? К чему это? Это такая логика человеческая здесь сквозит. Зачем? Бессмысленное действие. Вообще, можно ведь продать. Тут Иуда вспоминает, видимо, что Господь так всегда благотворит нищим, что вроде давайте продадим и нищим раздадим. Сделал. Великое доброе дело. Господи, ты же ведь за. Но как после Антону упоминает, что так говорил не потому, что нищим были как-то любезны. Иуде. Нет. Он делся денег с этого как-то, пойми. 300 динариев – огромнейшая сумма. Если он там себе динариев так 50-60 возьмет, да никто и не заметит. А он носил как раз вот эту вот кружку, денежный ящик, куда люди как-то пожертвования своих давали Христу. Но Господь говорит, что оставьте, Мария, оставьте. Все. Не судите нисколько ее поступки. Она сделала то, что должна сделать. Берегла, вот сделала на день погребения моего. Нищих вы всегда имейте с собой. Всегда можете делать эти добрые дела, если вам сильно того хочется. Я с вами в последние дни остался. Так вот, сделайте выбор. То есть видим, что Господь приучает, но здесь создавляет приоритеты, что Бога мы должны любить в первую очередь, а потом уже человека. Она, вот Господь говорит, то есть сберегла все это на день погребения моего. То есть помазала меня, как готовящийся умереть. То есть Господь снова им напоминает о том, что будет со мной. Дальше мы видим, что многие из Дев узнали, что он там. Пришли не только, чтобы Господа увидеть, но и Лазаря увидеть. Видим, что вот это событие, воскрешение Лазаря, оно просто здесь будоражит умы всего Иерусалима. Иерусалим, как мы вспомним, готовится к празднику Пасхи. Все больше и больше людей наполняет этот город. По нескольку миллионов, по свидетельству Иосифа Флавия, приходили в город Иерусалим на Пасху. И вот эта новость о воскрешении четверодневного мертвеца, она, конечно, заставляет многих прийти в Фадне, чтобы посмотреть на Лазаря. От этого люди верят во Христа. А что видим дальше? Десят стих. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Девительное злобо наполняет их здесь. Что может быть еще большим доказательством доказательством истинности Христа? Что? Для всех-то ведь очевидно. Все признают свидетелям огромное количество, что Лазарь смердел уже его тело, и вот он живой. Кто может это сделать, кроме Бога? Кто? Это понятно оно. Тем не менее, видимо, что просвященники полагают убить не только Христа, но и Лазаря, чтобы не остались никаких противников. Вот оно уже сатанинское состояние у них, вот эта борьба с правдой истиной. А после этого мы видим, что Господь входит в Иерусалим, что сегодня мы своим вспоминаем. Входит как царь, показывая, что он имеет полную власть вообще над всем на свет, над жизнью, на смерть, над народом. Видим, как народ выходит, встречая этого, восклицая, что «Асанна Вышняя, благословен грядущего имя Господня, царь Израилев, наконец-то ты идешь к нам, наконец-то ты воцаришься». Вот Господь показывает, что «Стоит мне только захотеть все, и смерть будет у моих ног». Важно было показать апостолам, чтобы они поняли, что это страдания Христа недобровольные. Не пожелал бы он, да и ничто бы не смогло его заставить страдать. Мы видим, что здесь, да, в этот момент сбываются эти светные пророчества, рока Исаии, что вон оно, что «Сегр идет до Чересионе, царь твой кроткий, сидя на молодом осле». И, в общем-то, все это вспомнили потом уже апостол, уже после того, как Господь воскрес. А дальше, видимо, уточнение апостола, что народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря, воскресил его из мертвых. То есть вот эта вот новость все больше и больше распространяется. «Потому и встретили его, что слышали, что он створил это чудо». Видимо, что вот это особенно здесь, да, помогает у идеям почувствовать и понять, что, да, вот это Иисус Назарет, он и есть тот самый Христос, он и есть тот самый царь израильский. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, помоги на Бога упомнить. Сегодня мы с вами читали Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 1 по 18 стих. И нам также всем напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по 1 или по 2 главы.